Всем привет! С вами, как всегда, Светлана Никитчук, спортивный диетолог и автор проекта «Ешучись худей», в который я вложила весь свой 19-летний опыт. Кстати, первая неделя курса, бесплатная, и заявку можно подать на нее по ссылке в описании под этим видео. Похудеть быстро, похудеть быстро к лету, похудеть на 10 кг за месяц – это самые топовые запросы в интернете. Люди хотят видеть быстрый результат, а еще многие хотят получить этот результат просто и легко, не заморачиваясь с питанием, не отказываясь от сладкого, не занимаясь спортом, просто выпить волшебную таблетку или чаек и чудным образом похудеть. Так в 90-х и 2000-х годах в каждом доме появился чай «Летящая ласточка». Сегодня говорим про чаи для похудения. Да, действительно, некоторые чаи помогают снижать вес. Досмотрите видео до конца, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе. Если вы видите на упаковке с чаем надпись «Для похудения», то я с уверенностью скажу, что ингредиенты его будут иметь слабительный или диуретический эффект, то есть будет опорожняться кишечник или вы почувствуете сильное мочегонное действие. И если разобраться, производитель не соврал. Вы действительно похудеете. Но за счет чего? Снижение веса может происходить за счет жировой ткани, мышечной, за счет опорожнения кишечника, а также за счет воды. Когда мы говорим о похудении, то все, конечно же, хотят избавиться от жировых отложений, которые так сильно меняют нашу природную фигуру и при переизбытке которых всегда ухудшается здоровье. Жировая ткань не уходит скалом, мочой или потом, как многие думают. Преобразование лишних калорий, которые мы съели и не потратили, неизменно ведет к образованию жира. Это называется липогенез. А также есть обратный процесс преобразования жира в энергию. Это липолиз. И то, и другое невозможно без участия гормонов. Ни один чай для похудения не создает условия для жирожигания. А это значит, что вес вы потеряете только за счет выведения жидкости из организма и опорожнения кишечника. Жировая ткань остается на месте. На самом деле и выводить, как многие думают, лишнюю воду тоже не очень хороший вариант. Вода принимает участие во всех жизненно важных процессах в организме, и снижение веса тоже зависит, в норме ли ваш водный баланс. Если же вы страдаете отеками, то, опять же, просто выводить воду диуретиками не выход. Это все равно, как прыщ замазывать тоналкой. Надо искать корень проблемы и решать ее. Любители хорошенько почистить кишечник чаями для похудения рискуют вовсе забыть, что такое самостоятельно опорожнять его. И при частом использовании слабительных заработают в себе синдром ленивого кишечника. Еще хочу добавить, что трава сена, которая есть в составе таких чаев, она же как раз и имеет те самые слабительные свойства, давно запрещена в Европе, так как вызывает очень быстрое привыкание организма. Как я упомянула вначале, что действительно есть чай, который поможет снизить вес. Это самый настоящий зеленый чай. Но действует он не напрямую, а опосредованно. Катехины, содержащиеся в зеленом чае, улучшают детоксикацию организма через улучшение аутофагии в организме. Снижение веса неразрывно связано с детоксикацией. Поэтому можно сделать вывод, что да, есть чай, который помогает косвенно снижать вес. Но самое главное при похудении – это сбалансированный рацион. Только наладив питание, мы можем взять под контроль гормональный фон и создать нужные условия для уменьшения жировой клетчатки. Не выбрасывайте деньги на ветер впустую, на чаи, препараты и коктейли для похудения. Берегите свое здоровье, ведь оно дается нам один раз и на всю жизнь. С вами была Светлана Никитчук. Буду рада вам в своем инстаграм, где я каждую неделю провожу интересные прямые эфиры. Ставьте лайк, если видео было полезным. Всем здоровья! Пока-пока!